Евгений Сарпов еще в седьмом классе понял, что хочет стать врачом, и именно хирургом. После окончания Ярославского медицинского института поступил в клиническую ординатуру и попал по распределению в Саров в августе 1986 года. Евгений Николаевич признается, что ему очень посчастливилось в жизни, он учился у первоклассных специалистов. В клинической ординатуре его наставником стал Николай Помпутис, а на первых порах работы в Саровской больнице также помогали опытные врачи Георгий Лаптев и Валерий Тушков. Хирург помнит не только своих учителей, но и многих пациентов. Я помню свою первую операцию по удалению желчного пузыря. Это было в октябре 1984 года, и больна по фамилии Булкина. До сих пор тогда не было операции лапароскопических, они все были открытыми. Вот это я помню до сих пор. С июня 2001 года Евгений Сарпов возглавляет хирургическое отделение. Вместе с коллегами Евгений Николаевич начал активно развивать лапароскопическую хирургию и пункционно-дренажные малоинвазивные операции. Еще одно направление, которое успешно освоили, внедрили в практику саровские хирурги – операции при острых сосудистых катастрофах. Это тромбозы, боли сосудов верхних и нижних конечностей. Общее хирургическое отделение в то время, по крайней мере в области, этим не занимались, потому что все больные отсылались в специализированном сосудистом отделении. Мы находимся немножко на удалении. У нас фактор времени здесь очень важен. И дожидаться консультации или приезда сосудистой бригады, которая может быть занята где-то на других вызовах, сложно. За это время можно пациента потерять или наступать необратимые изменения в конечности, которые потом приводят к инвалидизирующей операции. Мы это дело освоили, это методики, где-то в начале 2000-х годов, и успешно применяем до сих пор. Мы выполняем эмблоктомию, тромбоктомию из артерии, и тем самым удается спасти конечности и сохранить, в общем-то, уберечь пациента от инвалидности. Опыт у нас в этом довольно большой. Врачи хирургического отделения – специалисты широкого профиля. Они имеют дело с заболеваниями брюшной полости, грудной клетки, мягких тканей, сосудов и так далее. В практике Евгения Николаевича встречались и огнестрельные ранения. За короткий промежуток времени в начале 2000-х он с командой прооперировал 11 таких пациентов. Входное отверстие не соответствует выходному. То есть входное небольшое, но так как там пуля начинает крутиться, она там жуткие совершенно разрушения внутри организма производит. Вторичные осколки, допустим, через раненное ребро, они являются вторичными осколками. Там разносит органы очень здорово. У нас были ранения и сердца, и торг абдоминально, то есть грудь-живот. Входит в грудь, в животе там месиво и выходит наружу. Вот у нас из этих 11 случаев погиб только один на столе операционном. Там было прямое ранение сердца, спасти не смогли. За остальных боролись. Тяжелые операции, там были повреждения, там, ну, большинство органов брюшной полости. Многочасовые там, до трех с половиной, до четырех, до пяти часов операции. Но все выжили. Последние надежды пациента, так в народе называют Евгения Николаевича. Он берется за самые сложные операции, вытаскивает, казалось бы, безнадежных больных. Евгения Николаевича был лечащим врачом. И спасибо за его внимание, которое проявляет, как и по крайней рекламе, но и к пациентам, конечно. Спасибо и всем сотрудникам, которые здесь находятся, за их тяжелый труд. Малейшее вот это вывод, это не то, что желание, а то, что надо, необходимость какая-то. Тут же она появляется, тут же она выполняется. Спасибо всем. В этом году фотография Евгения Сарпова украсила городскую доску почета. Как рассказал доктор, эта новость стала для него приятной, но отнесся он к ней спокойно. Своим самым большим достижением в этом плане он считает призовое место в всероссийском конкурсе «Любимый доктор» в 2010 году. Тогда за него голосовали его пациенты. Их признание и благодарность – самая главная награда для врача. 25 ноября хирурги в России отмечают профессиональный праздник. В этот день, в 2010 году, родился Николай Пирогов, ученый-анатом и основоположник русской военно-полевой хирургии. Благодаря ему появилась хирургия как наука. Поздравляю всех коллег-хирургов с Днем хирурга. Желаю удачи. Потому как в нашей работе, самое главное – удачи. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Субтитры создавал DimaTorzok